Добрый день, мой взаимодействие, и на самом деле, мы не даем совмещение по трагическим вопросам. Ситуация очень сложная. Первое, что я хотела вам сказать, о принятых решениях, мы продвигаем право Курмановской области до 4-го включительно. По этому медленному просьбу посмотреть внимательно на документы проведения мероприятия 4-го. Мероприятия не должны носить развлекательный характер. Если где-то планируется проведение митинга, то я буду собренением митинга. Без традиционных наследных программ, народных руководителей и все остальное. В целом ситуация очень сложная еще и потому, что процесс опознания и улучшения будет носить благовольный характер. Я только что вернусь к Шахеровского проспекта, лично прошу по всеми пути, которые проходят родственники, в том числе посмотрели, как хранятся дела, в каком состоянии. И сегодня уже понятно, что ожидать в ближайшие дни, что было произведено познание, очень сложно. И нужно рассчитывать, что в большинстве случаев были в генетических экспертизах. Среди его знают очень длительные. А сегодня Следственный комитет называл до 3-го месяца. Ну, при всех, даже в моей документе, в этом, даже по воскануне, уже научили процедуру нобыстры. Сложность еще в том, что сегодня уже в первую очередь у нас в Ленинградской области опознаны. Работают специалисты Следственного комитета и наши специалисты ЗАГСа в будущих документах о смерти. Но пока каких опознанных, тем не так много. Пока только 4 премьерословности опознанные две девочки. Дарина, самая маленькая, самый маленький шлен. У тебя же самолета 15-летняя девушка и два человека опознанные на подкающем уровне Северска. Моя вероятность высока опознания, это совсем ручка. И рад родственников, также было в ближайшее время, при большинстве, сегодня, завтра, послезавтра, для опознания достаточно профессиональной работы бригады, в сумме экспортов, психологов я совсем не передавалю. Но в МАК-Медийнан с вами были активными виссариантами, и я просил бы, учитывая, что ситуация будет внести в регион Матераке, совместно с комитетом по социальной защите, закрепить за каждой семьей на нашей территории, психологов, центрах социальной защиты на местах, это центр психологической помощи, да, но другие органы социальной защиты, да, они могут быть менее профессиональные в этой ситуации, но еще только в ручьи, что ситуация будет длительна, но не отходило, что они были на поставленном контакте с родственниками, и, или, или, или психолог на одну семью, или психолог на две семьи, или вместе со защитой, вы на английском посмотрите, но обязательно родственникам должен быть телефон психолога, в том числе на дневный телефон, и должен быть по самому связи. Кроме того, необходимо, чтобы в администрациях были заменены не только на органы руководства, а ответственным специалистам, может быть, также один специалист, на две, три семьи, посмотрите, вы на английском, кто рассматривает телефон, с тем, чтобы все, что связано с конкопертовкой, к регионам процедоровых, родственники могли обращаться к данному специалисту, но оперативным образом оказывать помощь и поддержку. Кроме того, необходимо, также, чтобы череды специалистов, родственники оперативного коньера для решения пробег, связанных с инфоставкой на опознание в Санкт-Петербург, а также по другим вопросам, которые будут возникать по формуле документа, и, возможно, для оформления участия в них, мы выполняем оперативно, мы должны с вами иметь гарантию доставку в Санкт-Петербург. Кроме того, необходимо вам провести консультацию со своими службами легальных услуг, средствами погибших, а по объявляции закоронения. Мы четко понимаем, и я еще об этом говорил, сразу, когда возникла ситуация по закоронению, то, конечно же, права, где будут разгромить закоронения, это приближение ближайших родственников, и вот мысли там, что мы не дали получать его закоронение, конечно, это абсолютно неправильно. Но, посмотрите, если придет пример от одного кладбища, одного кладбища, особенно те районы, как Северский район, ловкость, где большого количества погибших, посмотрите, чтобы, может быть, это было не беседо, закоронение. По-самому прекрасно напоминаю, какая ситуация у нас на кладбища, что не так просто это все организовывается, чтобы не получилось так, что кто-то захоронен у входа, кто-то далеко в Удине, кто-то в суховности, кто-то там голодая или кого-то, но это все эти человеческие моменты, мы будем делать, это лучше пронариваться, в том, чтобы это не максимально организовывалось данным походом ко всем погибшим. Я благодарен за то, что на первом этапе вы кроме увеличения 1 июня выделяли помощи погибшим именно на текущие расходы, если будет необходимость. Я думаю, что такую помощь вы еще разу не сможете оказать, мы приняли решение тоже наказание помощи в размере 1 июня рублей, но здесь четко мы все понимаем, что все страховые выплаты и выплаты помощи из областного бюджета будут только после оформления документа, оформления справок или свежего смерти, документа свежего смерти. Еще раз, который процесс может носить долгий характер, поэтому на этом этапе возможно придется еще раз оказать материальный помощь родственников именно для того, чтобы покрыть те расходы, с которыми они сейчас сталкиваются при полковидной тяжелой процедуре опознания анализов ТРНК, линейческих переписов и многое другое. На следующий день по всем погибшим, точные данные, 48 человек, погибших в ТРНК для скорбности больше всего 18-го всего восстановления в ряд областей более сильных для ТРНК, для того, чтобы можно было опознать погибших. Если были проблемы, мы сегодня тоже об этом говорим, с другим точкам будут проблемы, одно, два, проведения анализа ТРНК, одно, он какой-то там был в сложности. Для полкового анализа точно так же люди, они будут направить в Санкт-Петербурге, там, санкровизированно будут проводить и сегодня нужно, как это делать, с одной стороны, потому что это самый правильный способ. Минейческий спектр, это, конечно, замер крови. Родственники двух погибших сестер написали заявление председателю комитета соцзащиты не щадим с просьбой по захоронению их в Санкт-Петербурге на Южном кладбище, где у них захоронены родственники. Время, я думаю, что мы поможем окажем поддержку, прескать, какому людям, какого вас лишнего. Я думаю, не приседши, что-то что-то. Уважаемый Александр Мулович, уважаемые комитеты, вопрос по захоронению накладочек Санкт-Петербурга решается правительство Санкт-Петербурга положительно, абсолютно. Еще раз повторю, что на многое по-неизбега работаем текущие режимы. На одну тему следующую северную совещание у нас завтра может быть 17-30 будет точно вам подскажет. Еще раз принесу соболезнования всем жителям Ленинградской области вам, потому что многих техниках знаете, я понимаю, какая сейчас непростая автоматка была еще в том, что надо запасаться с турбинник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok